МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Балагана. В человеке просыпается обезьяна. Иван Бунин. Я по-прежнему не могу выбрать. Вообще все правы. И кадеты правы, и горькие с двумя душами правы. И в большевизме есть страшная правда. Александр Блок. Овтябрь. Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня не было. Моя революция. Пошел в Смольный, работал. Все, что приходилось. Владимир Маяковский. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас сегодня полуфинальное соревнование. И мы завершаем литературно-историческую часть нашего цикла. Сегодня встречаются две команды, победившие в четверть финальных играх. Команда из города Тулы, знатоки эпохи Петра, и московская команда, выигравшая в игре, посвященной французской революции. Наши уважаемые магистры. Литературовед Станислав Лесневский, проректор-историк архивного института профессор Наталья Басовская и профессор Гарвардского университета Джон Маумстед. А сейчас позвольте представить вам трёх наших свидетелей. Владимир Маяковский, Иван Бунин и Александр Блок. Между прочим, по-древнегречески, то есть на том языке, на котором к нам пришли четыре Евангелия, свидетель и мученик – одно слово. Так что могу сказать, перед вами свидетели и мученики Великой Русской революции. Я хочу, чтобы с этой книгой, побыв, из квартирного мерка, шёл опять на плечах пулемётной пальбы, как штыком строкой просверкав. Чтобы с книги, через радость глаз от свидетеля счастливого, в мускулы устала и лилась, строящая и бунтующая сила. Ещё не настало время разбираться в Русской революции беспристрастно, объективно. Это слышишь теперь поминутно. Но настоящей беспристрастности всё равно никогда не будет. А главное, наша пристрастность будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна страсть только лишь революционного народа? А мы-то что же? Не люди, что ли? Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами призрак неминучий или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твёрдо веруй в начало и концы. Ты знай, где стерегут нас ад и рай. Тебе дано у бесстрастной меры измерить всё, что видишь ты. Твой взгляд да будет твёрд и ясен. Сотри случайные черты и ты увидишь, мир прекрасен. Я, конечно, понимаю, что, пожалуй, никто из нас не жил во времена Великой Русской Революции. Но, тем не менее, у каждого, наверное, есть своё к ней отношение. Что вы видите в этой революции? Как видите? И в чём вы согласны, а в чём не согласны с нашими знаменитыми поэтами, с нашими свидетелями революции, с Маяковским, Буниным и Блоком? Тебе, освистанная, осмеянная батареями, тебе, изъязвлённая злословием штыков, восторженно возношу на друга неюреймы оды торжественные, о, о, звериная, о, детская, о, копеечная, о, великое! Стоит буржуй, как пёс голодный, стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пёс безродный, стоит за ним, поджавший хвост. Рос я среди крайнего дворянского оскудения, которого, опять-таки, никогда не понять человеку европейскому, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Но эта страсть была присуща не одним дворянам. Но почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, владевший на своих просторах таким богатством, которое не снилось европейскому мужику? Хозяин умер, дом забит, цветёт на стёклах купорос, в сарай крапивую зарос, ворог давно пустой раскрыт, и по хлевам чадит навоз. Жара, страда, куда летит? Через усадьбу, шалый пёс. Старая русская власть требовала людей верующих, мужественных и честных. С непомерным же развитием России вглубь и ширь она требовала ещё гениальности. Всех этих свойств давно уже не было носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы. Уже совершенно осточертела читать и слушать. Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями. Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на всё, что мы хотели и чем мы были недовольны. Наши дети, внуки не будут даже в состоянии представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не понимали, не ценили. Всё ту мощь, сложность, богатство, счастье. Вижу вправо немножко, неведомое ни на суше, ни в пучинах вод. Старательно работает над телячьей ножкой. Загадочное существо. Глядишь и не знаешь, ест или не ест он. Глядишь и не знаешь, дышит или не дышит он. Два оршина безлицева, розоватого теста, хоть бы метка была, в уголочке вышит. Когда все расселятся в раю и в аду, земля итогами подведена будет. Помните, в 1916 году из Петрограда исчезли красивые люди. 15 февраля 1918 года опять несёт мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им. Красота и радость. Особенно была хороша одна прелестные синие глаза из заподнятой к лицу меховой муфты. Музыка и радость. Музыка и радость. Музыка и радость. Старый мир, то есть та Россия, которая была до революции. Какой она видится вам теперь, в конце 20 века? Псом безродным или синеглазой гимназисткой? Красив был этот мир или уродлив? Сам погиб или его разрушили? Как вы считаете? Первыми начинают москвичи. Мы считаем, что облик Октябрьской революции был приблизительно таким. Он имел глаза очаровательной голубоглазой гимназистки и хвост облезлой собаки. Мы считаем, что культура России дореволюционной была разрушена вследствие полного упадка и кризиса. Мы считаем, что царь Николай II был слишком милосерден к России, может быть, и следствием этого было полное запустение впоследствии. Я просто хотела бы уточнить то, что именно культура, великолепная дворянская культура, интеллигенция, слой, который к тому времени сложился, просто духовный запас огромный, который в течение многих лет копился как-то в России, он был разрушен, чтобы уничтожить всю память о том старом мире. А экономически вот эта революция где-то была неизбежна, потому что действительно тот кризис экономики, те тяжелые условия рабочих, они действительно были очень тяжелыми. Спасибо. Уважаемые туляки, прошу ваше свидетельство. Революция – это закономерный процесс, своего рода природная и историческая стихия, которой России была очень нужна в этот момент. Мы совсем согласны с нашими соперниками, что был упадок культуры. Нет, это не так совсем. В начале века начинается новое изрождение, так назвал блок этот период. Начинают открываться иконы. Петров Водкин пишет знаменитое «Купание красного коня» в 1912 году. Вообще мы считаем, что революция 1917 года была каким-то временем, которое расставило точки над «и». Все эти мнения, этих трех людей, свидетелей – это две стороны одной медали. Не только Россия того времени имела разные лики. Дело в том, что русская революция повернулась к трем разным художникам, к трем разным писателям, тремя разными ликами. Блок слушал музыку революции. Бунин панически боялся революции. Маяковский нес революцию в себе. Три разных лика. И в то же время все эти три лика были истинными. Мы хотим понять этих людей, не осуждать, не обвинять и не защищать. Мы хотим их просто понять. Понять это время. И вообще мы считаем, что не нужно упрекать историю, а нужно извлекать из нее уроки. Спасибо. Уважаемые магистры, Вам слово. Очень трудно сегодня, труднее, чем когда-либо, вероятно, ответить на этот вопрос, потому что сейчас, переосмысливая роль нашей революции, специалисты и не специалисты, просто думающая публика, переосмысливают в частности и то, что эта революция сменила. То, что она разрушила. Ведь в этих переосмыслениях есть полярные взгляды. Одни идеализируют Россию 19-го, начала 20-го века. Как бы в противоположность очень привычному стереотипу, когда, стремясь объяснить революцию нашу как абсолютную, объективную, единственно возможную закономерность развития общества, рисовали картину ужасающей, только ужасающих сторон жизни, которые должны были объяснить революцию. Ну и на смену сейчас пришла довольно массовая идеализация. Напротив, этот мир был прекрасен, и лишь чья-то злая воля, заговор большевиков этот мир сгубили. Мне импонирует тот взгляд, который здесь прозвучал в некоторых выступлениях ребят, о том, что однозначного ответа, вероятно, нет. Во всем том, что здесь было сказано и что прозвучало в устах поэтов, не акцентирован был один момент, на который я, как историк, хотела бы обратить ваше внимание. В этом мире, к тому же в эти годы, о которых идет речь, шла война. Ни в одном из приведенных отрывков, стихотворений, которые звучали, строк о войне прямых не было. Но очень важно, что именно в 16-м году исчезла, стала исчезать красота. В 16-м, не в 17-м, не в 18-м, не в разрухе, не в гражданской войне, не в перевороте октябрьском. Я не хочу все свести к войне, но она уже начала разрушение этого мира, она подрубила его основы и страждущим стало еще тяжелее. И вот я думаю, что это то, что надо добавить ко всему сказанному и очень поддержать, что разные яркие поэты видели его по-разному, и в этом мире был материал для этого разного видения. Благодарю. Спасибо большое. Мне видится, скорее, немножко другое, как историк Серебряного века, так называемый, это то, что в эти годы России, конечно, было послано очень много. Я думаю о мощном пласте культуры этого временной, о поколении, который, в общем, создал культурный, духовный ренессанс России в начале века. Это дети рубежа, по выражению Андрея Белого, люди, дети, если вы хотите, полные смутных надежд, смутных предощущений какой-то будущей катастрофы. И это время, опять по выражению Белого, время кризисов. Но вспоминаются прежде всего мне слова Николая Бердяева. Это он писал в своей автобиографии, замечательной автобиографии «Самопознание», я цитирую его. Русские люди, того временные, жили в разных этажах и даже в разных веках. В России до революции образовалось как бы две расы. Две расы. По-моему, с этими словами очень трудно спорить. И, конечно, когда эти две расы столкнулись, неизбежно была катастрофа. Спасибо большое, Станислав Стефанович. Пожалуйста. Я хочу напомнить, во-первых, что вот как вы сказали, вспомнив вот замечательные слова о том, что свидетель это и мученик, что вот три поэта, о которых вот идёт речь, и не только они, вряд ли можно их принимать как, ну, просто объективных свидетелей времени, то есть пользоваться этим как источником. Потому что у них задача немножко другая. В общем, у них у каждого свой крест, своя мука. И вот эта назначенная им свыше мука, она и составляет вот лицо времени. Каждый из них должен был дать свой урок миру и должен был нести свой крест. Теперь, что касается вот старого мира, дело в том, что людьми овладело такое вот ослепление, которое они приняли за прозрение. Они полагали, что вот в этом кризисе, в этом катаклизме рождается совершенно новый мир. Поэтому прежде чем оценивать старый мир, нужно ещё и взглянуть на то, какой родился мир. То, что совершилось, это совершилась трагедия, а вовсе не рождение нового мира. Спасибо большое. Я прошу вас, уважаемые магистры, оценить оба ответа по трём критериям. Это оригинальность мышления, доказательность и знание литературы и истории. Голосование, напоминаю, тайное. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые детей и зрители, а теперь давайте посмотрим решение судейской коллегии. Итак, два голоса за Тулу и один голос за Москву. Значит, два-один, Тулу выходит вперёд. Дорогие друзья, мы с вами переходим к первой серии Блицов. Что такое Блицов, вы знаете. За правильный ответ каждая команда получает очко. Система очень простая. Вы можете зарабатывать очки, вообще не произнося ни слова. А просто поднимая вверх, повыше, чтобы мы видели ту фотографию, которая... Одну из трёх фотографий, которые лежат перед вами. Это Блок, Маяковский и Бумнин. Итак, начинают москвичи. Первый вопрос. Любимым его занятием в юности и до последних лет было по затылку, ногам, рукам определять лицо и даже весь облик человека. А потом уже характер и душевный склад. И почти всегда безошибочно. О ком речь? Время. Мы уже готовы. Готовы, пожалуйста, принимайте. Вы мне показываете Маяковского, это Бунин. Вам вопрос. Внимание. Кто в юности, подражая демосфену, был такой древнегреческий оратор, произносил речи, набрав камни в рот. 15 секунд у вас. Я сам. Я сам написан. Юля. Да. Точно. Да, это Маяковский. Очко у Тулы. Кому приходился родственником поэт Жуковский? Кому из этих трёх? Нет, что-то было с кем сказать. Нет, ребята, Бунин. Так, кому же? Бунину, совершенно верно. А можете объяснить, каким образом? Возьмите только микрофон, иначе вас не услышим. Ведь мы об этом помним, но не помним, почему. Дело в том, что автор Светланы, и вы должны об этом помнить, а может не помните, был незаконно рожденным сыном. Афанасия Ивановича Бунина. А Жуковский, это его фамилия. То есть эта фамилия досталась ему от его крёстных... А мать была совершенно верно. Турчанка пленная. А Жуковский, это фамилия его крёстного отца. Андрея Григорьевича Жуковского. Совершенно верно, это очко. Кто учился читать и писать по русскому переводу Дон Кихота? Пожалуйста, покажите нам. Это Бунин, вы правы. Кто увлекался французской борьбой, утверждая, что борьба поднимает его дух, возбуждает к творчеству. Ответ готов. Блок, совершенно верно. А что он в этот момент писал, не помните? Возмездие. Очко, уважаемые друзья, кого из этих трёх называли Константином? Товарищем Константиновым. Да, это Майкос. Очко у Тулы. Итак, после первой темы, Старый мир, у тульской команды пять очков, три очка у московской команды, Тула по-прежнему впереди. О, зверьминая! О, детская! О, копеечная! О, великая! Гуляет ветер, порхает снег, идут двенадцать человек, винтовок чёрные, ремни, кругом огни, огни, огни. Город чувствует себя завоёванным. И завоёванным, как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались печенеги. Голоса утробные, первобытные, лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин все, как на подбор, преступные, пугающие злой тупостью, каким-то грюмо-халуйским вызовом всему и всем. Россия, сфинкс. Ликуя и скорбя, и обливаясь чёрной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжёт, и губит. Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем о сатанели, от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные врываются к заключённым в чрезвычайке, убивают, кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребёнком, она молила, чтобы её пощадили ради ребёнка. Но матросы крикнули, не беспокойся, дадим и ему маслинку. И застрелили и его. Характер различен. За целость Венеры вы готовы щадить веков комарилью. Вселенский пожар размочалил нервы. Орёте пожарных, горит мурильё. А мы не Корнеля с каким-то росином. Отца, прикажи на старьё меняться, мы и его обольём керосином и в улицу пустим для иллюминаций. Но ведь за прошлое отвечаем мы. Мы звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов. Русской интеллигенции словно медведь на ухо наступил. Если считаете всех жуликами, то одни жулики к вам и придут. На глазах сотни жуликов. А за глазами миллионы людей, пока не просвещённых, пока тёмных. Но просветятся они не вами. О, сволочь. Милая сволочь. Мы, каторжане города или прозорья, Где золото и грязь изъязвили проказу, Мы чище венецианского лазорья, Морями и солнцами омытого сразу. Плевать, что нет угомеров, А видев людей, как мы, От копоти в оспе. Я знаю, солнце померкло б, Увидев наших душ золотые россыпи. КОНЕЦ Теперь вопрос. Внимание. Уважаемые друзья, с одной стороны, милая сволочь, с другой стороны, душ золотые россыпи. И это у тех, которые готовы родного отца облить керосином. Что для вас, лично для вас, значат эти странные образы? Как вы думаете, что ими хотели сказать наши поэты и свидетели? Значит, вот этот человек принялся. О народе вопросы. Вот, слушай, что они хотели сказать, понимаете? Они хотели. Марина, что ты молчишь? Пожалуйста, что ты указать? У него народ, это одновременно бешеные пёсы. Время кончилось. Тула отвечает первый. Блок говорил, что не дело художника смотреть за тем, как происходят события, а дело в том, чтобы видеть цель. Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Я хочу обратиться к мифологии, которая является мудростью народа. Заметьте, все великие певцы предстают слепцами. Гомер и Дип, и, наконец, Фауст, который, только ослепнув, открыл истину. В годы революции Блок сознательно ослеп. Как он пишет, превратился в уши и нос. Он слушал музыку революции. В отличие от Бунина, например, он не смотрел на частности. Он видел за этим всем великое. Толстой и Блок в своей статье «Интеллигенция и революция» упрекали интеллигенцию, которая была над народом и не хотела к нему снизойти. Снизошли к народу очень мало людей. И поэтому Бунин, ругая народ, увидев в нем тупость, он увидел только результат. Сам процесс он не смог увидеть. Блок это видел. И он признавал за стихии народного движения будущее. Революция во многом погубила русскую культуру. Но ведь надо учитывать то, что, точнее, не революция, а революционный народ, что интеллигенция русская, она предала Россию. После революции многие покинули Россию. Они не поддержали ту культуру, которая гибла на их глазах. Таким образом, в российском народе есть и великое, и прекрасное, и низкое, и душ золотые россыпи, и та азиатская рожа, о которой говорил Александр Блок. Мы говорим о позиции Блока, потому что она наиболее нам близка. Спасибо, москвичи. Итак, Блок видел все как романтик. Он поэтому искал всегда сравнение. И скифы, и сволчь это сравнение. Бунин, нам кажется, не смотрел, не совсем смотрел в самый корень. Он видел и внешне, и чуть-чуть заглядывал. Ну и Маяковский видел главную такую идею, идею борьбы, идею, которую не видит родного, и может это все родное погубить ради своих великих мыслей. Итак, что можно сказать об отношении моем к этим поэтам и нашим вообще? Мне кажется, что вот тут будет очень уместна формулировка, которую высказывали многие русские философы, в том числе Николай Александрович Бердяев. Русская культура и русский народ всегда жили в ожидании чего-то, в ожидании какого-то пришествия, в ожидании какого-то нашествия. И вот Николай Александрович Бердяев, я с этим глубоко согласен, считал, что русский народ девственен. Русский народ это девица, которая ожидает сватовства, которая ожидает своего жениха. Такова же и русская земля. И вот в этом что-то есть, что это перекликается, мне кажется, с позицией блока в некоторой степени. И вот позиция Маяковского, мне кажется, такова, что народ груб. И в этом прелесть народа, но в этом и бессознательность народа в некоторой степени. Мы не можем судить таких великих людей. Но если говорить о моем личном отношении, вот, например, позицию Маяковского, я думаю, надо вспомнить о том, что он был футуристом, а футуристы — это отрицание всего старого. То есть, может быть, отец — это как раз такое, ну, аллегория. Вот, с этим, ну, мне, например, очень трудно согласиться. Но надо учитывать и вот личное отношение поэта, который хотел сломать все старое, на этом построить новое. Ну, может быть, где-то не понимая того, что без базы старого, того, что осталось, ничего нового не построишь. Спасибо большое. Уважаемые магистры, слово вам. Ну что ж, мне как историку, может быть, и вместно создавать некий исторический фон, прежде чем заговорят высокие профессионалы в области литературы и поэзии. Откуда эти образы? Что их вызвало? Почему такие противоречивые? Мне кажется, та музыка, палитра противоречивых образов, которые мы сейчас увидели, иногда пугающей противоречивых, парадоксальных мыслей, это картина восприятия, художественного восприятия страшной эпохи, социального разлома. Мы привыкли за многие годы советской власти к абсолютной, на мой взгляд, идеализации классовой борьбы. Классовая борьба произносится с трепетом и трепетом позитивным. Ах, классовая борьба. Да, в ней есть, вероятно, боюсь твердо судить, определенные, это какое-то явление, от которого общество пока не смогло уйти, и в чем-то оно его продвигает, какие-то процессы ускоряет, но те утраты, которые обязательно влечет за собой классовая борьба, они ужасны, болезненно, мучительно, эмоционально воспринимаются нормальными, нравственными людьми. Общество взорвалось. Даже в эпоху реформ болезненно жить, и, наверное, мы это чувствуем. А в эпоху такого разлома и взрыва мучительно. И отсюда эти образы, и мне тоже так же, как в некоторых ответах это звучало, мне ближе всех позиция Александра Александровича Блока. Его восприятие, оно лишено тех крайностей, которые звучали у Бунина и Маяковского. Мне кажется, что я была бы поближе к такой позиции, будь я, но до конца представить это трудно. И, в общем-то, не приведи Господь. Спасибо большое. А какая позиция у американского профессора? Бедные наши команды, они очень искренне отвечали на очень смутный вопрос. И я, как литературовед, скорее всего, отвечал на этот вопрос. И это то, что это, конечно, целые скифы, или облиц отца керосином и так далее. Это, конечно, метафоры. Метафоры очистительных сил, метафора борьбы детей с отцами, борьба старой культурой, с новой культурой и так далее. Европа и Азия, девственности, если хотите, по словам Бередяева, стала жизнью. И, может быть, в этом и есть суть трагедии, катастрофы, произошедшей после и февраля, и октября 1917 года. Спасибо большое, Станислав Стефанович. Здесь вот у нас три портрета, три свидетеля, три мученика. Но вот портрет Блока явно как бы раздваивается, потому что позиция его довольно быстро стала меняться на, в общем, прямо противоположную. И он довольно скоро понял, что же на самом деле произошло. И вот в 1921 году он писал одной из своих корреспонденток, у которой должен был родиться ребенок. Он сказал, что если он будет хороший, какой он будет мученик, он будет расплачиваться за все, что мы наделали. Ну, а вот Зинаида Гиппиус так откликнулась на это время. Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянный сном народ безумства убил свою свободу и даже не убил засек кнутом. Датировано 29 октября 1917 года. Надо сказать, что многими овладело огромное ослепление. Была вера, что рождается новый мир. И народ действительно мог совершить чудеса. Была разбужена огромная энергия. Но она оказалась разрушительной. А результаты революции достались диктатуре. И так, 73 года назад у нас установился тоталитарный строй. Спасибо большое. Теперь тайное голосование. Ваша бюллетень, спасибо. Москва. Тула. Москва. 2-1. В пользу Москвы. И разрыв счёте сокращается. 6-5. А мы, дорогие друзья, переходим ко второй серии Блицов. Теперь сделаем наоборот. Вы мне показываете портрет, а я вам даю вопрос. Начинает Тула. Так что, пожалуйста, кто вам ближе, покажите нам. Блок. Внимание. Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган. Я ещё не читал, но предположительно рассказал её содержание Оренбургу. И оказалось очень верно. Песенка-то вообще не хитрая. А Блок человек глупый. Кто посмел подобным образом отозваться о Блоке? Бунин, совершенно верно. Очко. Получает Тула. Пожалуйста, кто вам ближе? Маяковский. Дней бык-пек. Медленно лет торба. Наш бог бег. Сердце наш барабан. Наш марш узнали, да? Так вот, какой слушатель этих стихов Маяковского после представления признался актрисе Гзовской. Я не спорю, и подъём, и задор, и призыв, и бодрость. Всё это передаётся. Но всё-таки Пушкин мне нравится больше. И лучше читайте чаще Пушкина. Кому принадлежит это мнение о стихах Маяковского? Время. Прошу вас, дорогие москвичи, кому принадлежит это мнение? Вы считаете, что это Бунин? А вы можете ответить да, но очко вы не получите. Мы считаем, что это Владимир Ильич Ленин. Очка нет. Маяковский. Анна Каренина не дочитал. Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась. Так написал Маяковский в своей автобиографии. А почему не дочитал? Как он это сам объясняет? Подумайте, хотите? Мы готовы. Значит, у нас версия такая. В один прекрасный момент Маяковский оказался в тюрьме, где и не смог дочитать Анну Каренину. После этого его выпустили под надзор родителей. Совершенно верно, это очко. Маяковский не дочитал Анну Карину, во всяком случае, как он говорит, потому что сидел в тюрьме и только там её читал. Но я думаю, он шутит. Кто вам ближе, Бунин или Блок, Блок. Раз, он гостиной проходил. Его заметил Достоевский. Кто сей красавец, он спросил, негромко наклонившись к Квыревскому. Похож на Байрона. Словцо крылатое все подхватили и все на новое лицо, своё внимание обратили. Кто написал эти строки и на кого обратили все внимание? Эти строки, можно отвечать, да? Конечно, если вам не надо. Это строки из поэмы Блока «Возмездие» и рассказывается здесь об отце Блока Александра Львовича. Совершенно верно. Очко. Итак, после второй темы «Скифы» счёт выглядит следующим образом. Восемь очков у тульской команды и шесть очков у московской команды. О, звериная! О, детская! О, копеечная! О, великая! Так идут державным шагом. Позади голодный пёс. Впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной снежной росы пью жемчужный. В белом венчике изрос. Впереди Иисус Христос. Встретили Полевицкую с мужем. Ужасно ищу для себя роль. В мистерии. Так хочется сыграть Богоматерь. О, Боже мой, Боже мой! Да, всё это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре. Он же давным-давно... Храмы не заперты и не заколочены. Напротив, они набиты торгующими и продающими Христа, как давно уже не были набиты. Но церковь умерла, а храм стал продолжением улицы. Если бы в России существовало действительно духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы учло то обстоятельство, что Христос красногвардейцами... В том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы. Все границы дозволенного. Сделать всякое изумление, всякий крик наивным, дурацким. И всё то же бешенство деятельности. Всё та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая. Да, конечно, это что-то... не человеческое. Люди совсем не даром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол. Нечто дьявольское, несомненно, есть. Страшные мысли этих дней. Не в том дело, что красногвардейцы недостойны Иисуса, который идёт с ними сейчас, а в том, что именно он идёт с ними. А надо, чтобы шёл другой. Вот рожь горит, зерно течёт, да кто же будет жать, вязать? Вот дым валит, набат гудёт, да кто же будет заливать? Вот встанет бесноватых рать, и как Мамай всю Русь пройдёт. Но пусто в мире. Кто спасёт? Но Бога нет. Кому карать? Это над взбитой битвами пылью, над всеми, кто грызся в любви и звересь. В днесь небывалой сбывается бы социалистов великая ересь. КОНЕЦ КОНЕЦ Нежный поступью над в Южный, снежный россыпью жемчужный, в белом венчике из роз, впереди... А кто шёл впереди революции? Кого вы, лично вы, видите там, в вихре и мраке русской великой революции? Время. КОНЕЦ Спасибо большое. Напоминаю, первыми свидетельствуют москвичи. Итак, кто шёл впереди? Поначалу, конечно, шла небольшая гордочка людей, которые видели впереди цель, которые стремились к ней. Но потом эту горсточку поглотила громадная толпа, которая знала, что цель есть, но эту цель не понимала. И эта толпа шла и идёт, и я думаю, что это и есть гибель. В самом начале, может быть, действительно был Христос, как написал Блок в своём дневнике, «К сожалению, Христос». Что в данном случае Христос – это не Сын Божий, не лицетворение христианства, а лицетворение чего-то чистого и светлого. А позже это действительно было заменено горсточкой людей. Очень легко сказать, что впереди них шла такая толпа, которая ничего не признавала, которая всё губила, которая рушила всё прекрасное, что было до этого. Но, с другой стороны, не понимая этого, они воссоздавали то, что делало русское консервативное дворянство. Но первоначально большевики отняли ведь у крестьян землю. И только потом согласились с СССРами. И таких примеров можно найти массу. Во время русско-германской войны, которая была объявлена в 2014 году, то есть мировой войны, в принципе, главным, в общем-то, пока что идеалом ещё была религия, ещё было христианство. И когда это было, в общем, война шла успешно. И потом вот эта гидрореволюция, у которой постепенно вырастало всё больше и больше голов, начинало как-то смещать те идеалы, которые были до неё, и сама становиться идеалом. И, в общем-то, русскому народу всегда нужен был какой-то идеал, к которому он будет стремиться. И, в общем, когда появилось христианство, и когда Русь приняла христианство, и некоторое время после этого, то есть даже очень долгое время, вплоть до начала нашего века, христианство было главным. И уже вот потом, когда началась революция, христианство выместила коммунистическая идея, и, в общем-то, идеалом стал именно Ленин, про который узнавало всё больше и больше народу. И после этого Ленин тоже сместился. Произошла цепная реакция. Ленин тоже сместился, появились какие-то новые лидеры, которые уже не были такими заметными. И получилась вот такая трагедия без идеала, в общем-то. Идеал для людей был какой-то расплывчатый, непонятный. Спасибо большое. Прошу вас, уважаемые туляки и тулячки. Вы знаете, мы вообще-то после такого блистательного ответа в несколько растерянности, но попробуем всё-таки высказать свою позицию по поводу данного вопроса. Итак, во всех учебниках литературы для вуза, для вколы приведена определённая трактовка Христа, что Христос это символ будущего, символ светлого, который ведёт к очищению через созжение, через колгофу этих людей. Но мы вспомним, давайте вспомним воспоминания Блока, что Блок писал по поводу образа Христа. Он показывает алый флаг, бьёщийся, и под этим алым флагом он видит нечто, нечто, что напоминает Блоку именно Христа, как совершенное явление. И мне кажется, что Блок конкретно в Христа философский смысл не вкладывал. Христос был символ. Христос пришёл на Землю в период революции и начинается страшный суд. Это одна мысль. Другая мысль. Христос – это не евангельский Христос. Мы знаем, что есть много Христов. Евангельский, есть булгаковский, есть фехтвангеровский Христос. А Христос – это некий ветхозаветный мессия, который придёт людям открыть Царство Божие на Земле. Третья мысль, что Христос – это действительно евангельский Христос, но вокруг него окружают не 12 рабочих, не 12 патрулирующих людей, а апостолы, которые в момент казни Христа предали его и сейчас, спустя 2000 лет обнаружили. Вот можно заметить, что в поэме 12 сначала всё разбросано, сначала всё хаос. Это хаос революции. Вот в этом хаосе рождается тот порядок, который ведёт этих людей. Но они сами, что характерно, они не видят Христа. Они идут за ним, но кто это, они не видят. Это порядок. У меня нет точного определения, кто идёт впереди революции. Блок в своих дневниках писал «К сожалению, Христос». Дело в том, что Блок вкладывал в образ Христа очень многое. «Христос» у Блока охватывает гораздо больше, чем церковная догма. Это тот свет, который видел Блок, к которому, по его мнению, идёт Русь. Заметьте, Маяковский тоже был против догмы. Интересно ещё то, что, можно сказать, Маяковский предвидел Блоковского Христа ещё в 14-м году, когда сказал «В Терновом венце революции грядёт 16-й год, только годом ошибся». И ещё самое последнее, я думаю, самое существенное. Мы считаем, что основным является, вот в этом вопросе, является тот Бог, тот Дух, который царит в душе русского человека, какой бы ни была эта душа. И очень показательны в этом смысле строки Максимилиана Волошина. «И я стою один между них, в горящем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других». Спасибо. Уважаемые магистры, Вам слово. Очень интересно было послушать, как очень молодые люди достаточно далёкой уже эпохи воспринимают эти образы поэтические о том, что во главе революции сам Христос. Я могу только нюанс добавить, очень близкий к тому, что было сказано. Мне кажется, в этом образе воплотились две вещи. Сочувствие, интеллигенции, души народа, страданиям народа. Раз. А с другой стороны, воля этого народа очень тёмного, непросвещенного. Ведь сходство христианской и коммунистической идеологии внешне абсолютной и на самом деле достаточно относительной в том, что это сочувствие понимания страданий угнетённых, обездоленных. Но когда угнетённый, обездоленный поднимается на свою защиту, надо помнить, что он ещё очень тёмен, непросвещен. В сущности, получилось, начала, я тут не могу не согласиться, очень поспособствовала революции группы интеллигенции, допустим, какой-то части рабочих, а затем она стала движением черни и черни духовной. А победа черни духовной, она и определяет наши страшные утраты, понесённые в этой революции. И мне кажется, в той досадливости, которая звучала в строках поэтов, и в частности у Блока особенно, к сожалению, Христос, предчувствие этого, понять их можно, но будущее страшно. Потому что они не только страждущие, они ещё и черни, когда они перестали бы быть ею, как славно, как радостно была бы их победа. Вот таково моё личное видение. Спасибо. Я опять просто привожу, опять привожу вереницу цитат, но они, эти цитаты, мне кажется, более к месту, чем какие-то мои отвлечённые суждения о этом очень трудном и сложном вопросе. Во-первых, хочется мне цитировать Блока известную статью. Это Владимир Соловьёв и наши дни. Там, между прочим, он говорит о французской революции. И там он пишет следующее. французская революция наполняла весь мир звуками своей музыки. Эти звуки были грозны, величественны. И всё же такая музыка взрывает лишь поверхностные покровы человеческой души. Но она не может разбудить всю человеческую душу во всём её объёме. И именно Россия Блок мечтал призвано напоить мир новой музыки. Музыки революции. Новой музыки, к сожалению, не было. Был сумбур вместо музыки. Спасибо большое. Станислав Стефанович, Вам слово. Правда, которую говорят нам поэты, она больше буквального значения их слов или каких-то отдельных тезисов. И как ни удивительно, вот на этот вопрос, как мне кажется, три наших свидетеля и мученика отвечают как бы одно и то же. Вот попытаюсь кратко доказать это. Я думаю, что мысль Бунина, она близка к тому, что сказал Волошин. Расплясались, разгуделись бесы по России вдоль и поперек. И вот это бесовской вихрь, эта метель, она запечатлена в 12. Маяковский, о нем можно сказать словами Пастернака, что он был очень похож на наше государство. Это государство самоубийца, страна самоубийца. Маяковский сам себя распинал. Это самораспятие. Он был пронизан христианством, но христианством извращенным, потому что на место царства Божия он вместе с социалистами попытался поставить какое-то счастливое земное будущее и не выдержал этого испытания. Когда Маяковский побывал на месте расстрела царской семьи, он записал «Человек и коммунист не должен быть кровожаден». Но эти слова остались только в черновике. Цветаева писала о Маяковском «13 лет человек убивал поэта, и на 13-й год поэт встал и убил человека». И вот в этом тоже была правда испытание назначенного России. То, что думал Блок, он думал музыкой. Он думал не записями в дневнике, не какими-то репликами отдельными, не вырванными строчками. А о музыке этой догадаться трудно. Но попробуем. Быть может, Блок хотел сказать, что вот эти люди, которые отрекаются от Христа, говорят «эх-эх, без Христа», убивают священников, разрушают церкви, разрушают Бога в своей дыше. Быть может, на каком-то витке истории они снова придут к Христу. Это не Христос их ведет. Христос ведет мир, как ему назначено, тем путем, который назначен, чтобы дать урок миру и вернуть его к божественной истине. И вот, как говорил Чаадаев, что Россия для того существует, чтобы дать какой-то урок миру. Это урок возвращения, возвращения к исконному, старому, вечно новому Христу. У Блока был друг Евгений Павлович Иванов. И вот в 905 году Блок написал Иванову «Никогда не приму Христа». И Евгений Павлович, очень верующий человек, он ему сказал «Откуда ты знаешь, Христос всегда впереди?» Кто знает, может быть, вот эта мысль, она и увенчала поэму 12. Спасибо большое. Теперь, пожалуйста, ваши оценки. Напоминаю, три у нас критерия. Это оригинальность мышления, это доказательность и знание литературы и истории. Решение магистров. Тула. Тула зачеркнута, Москва зачеркнута, ничья. Тула. Итак, 2-0 в пользу команды Тулы. А счет становится 10-6. КОНЕЦ И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной срок настанет. Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти пылевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам прибав. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет. Господь сына блудного спросит, Эти стихи были написаны 14 июля 1918 года. В них есть вопрос, и вы его слышали. Был ли счастлив ты в жизни земной? Я прошу на меня не обижаться, уважаемые игроки, уважаемые магистры, но этот вопрос мы отдадим с вашего позволения телезрителям. Уважаемые телезрители, как вы считаете, были ли счастливы вот эти три человека? Майковский, Бунин, Блок? Если были счастливы, то в чем их счастье? В чем их несчастье, если страдали? Хотите, напишите нам о трех поэтах, хотите, выберите одного поэта, поэта, самого вам близкого, и постарайтесь за него ответить на очень сложный, конечно, вопрос. Был ли счастлив он в жизни земной? Почти две тысячи лет тому назад христианские мыслители пришли к выводу о том, что у каждой человек есть правда. Совершенно особенная, неповторимая и бесценная. Но над этой человеческой правдой, над этими тысячами, над этими миллионами, сейчас уже миллиардами человеческих прав, есть некая верховная истина, которая общая для каждого человека, для каждого народа, для всего человечества. Тогда ее называли Бог, сейчас ее называют тоже Богом, но кто-то говорит общие человеческие ценности, кто-то говорит история. В общем, верховная истина. Со своей стороны, я думаю, мы приложили все усилия к тому, чтобы свидетельствовать о наших с вами правдах, о нашем с вами понимании революции, ну, а насколько это наша с вами человеческая правда, разные правды соответствовали той верховной истине, пускай сама верховная истина решает. А вас, милые мои, от поражения и от победы сейчас отделяют всего шесть блицев. Фотографии нам не нужны, потому что все вопросы будут по Маяковскому. Все запасные игроки могут присоединиться к командам. Начинаем с москвичей. Вопрос первый. Какой художник написал декорации к мистерии Буф в 1918 году? Это был Казимир Малевич. Малевич. Это очко. Какую книгу Маяковский читал под партой в четвертом классе гимназии? Время. Так, прошу. Ответ. Это был Жюль Верн. Это был Жюль Верн. А вы как полагаете? Вы полагаете, что это тоже был Жюль Верн? В общем, Малевича знаете, а антидюринга вы забыли. Совсем отбились от марксистка-ленинских рук. Ноль очков. Однажды в Петербурге в кафе Бродящая собака Маяковский начал читать стихи. Но к нему подошел другой поэт и сказал Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр. Говорят, это был единственный случай, когда Маяковский был повержен в смятение и не знал, как ответить. Кому удалось смутить Маяковского? Время. Время. Это Илья Оренбург. Это Илья Оренбург. Ваша версия? Это был Осип Мандельштамм. Это Осип Мандельштамм. И это очко. К Туле уходит. Какое прозвище было у Маяковского в гимназии, если верить злому человеку Бунину? Время. Прошу. Какое прозвище было? Да, конечно. Идиот Полифемович. Идиот Полифемович. Совершенно верно. И это очко. Кому Маяковский собирался дать радиограмму следующего содержания? Науки будущего от искусства будущего. Время. Науки от искусства. А кто там будет передавать? Лили Брик, папа. И ну, или же это? Радиограмма. Науки будущего. Кто там ведущий? Ответ. Вот и не папа. Наука. Так, ответ. Мы не уверены, но, по-моему, это Лили Брик. Это Лили Брик. То есть, она представитель науки. Будущего. Прошу. Так, мы считаем, что это Альберт Эйнштейн. Совершенно верно. Это Альберт Эйнштейн. Еще одно очко Тули. И последний вопрос, Тули. Когда в 13-м году Корней Чуковский шел на собственную лекцию о футуристах в политехническом музее под мышкой, у него был газетный сверток. Что было в этом свертке и с какой стати? Вопрос сложный, но время. Желтую кофту, значит. Пожалуйста. Корней Чуковский пронес желтую кофту, которую полиция запретила носить Маяковскому на концерт. Желтая кофта. Совершенно верно для Маяковского, потому что Маяковского в желтой кофте полиция не хотела пускать. Итак, очко. А счет, окончательный счет литературной игры. Давайте посмотрим. 14 очков у Тулы и 7 у Москвы. Победила Тульская команда. Уважаемые судьи, у вас было тайное голосование, поэтому мы не знаем, кому мы отдавали голоса, мы не слышали, в общем, ваших оценок, как отвечали команды, но сейчас игра закончена, сейчас уже объявлен итог, уже ясен победитель, уже ясен проигравший, поэтому очень бы хотелось услышать хотя бы сейчас вашу точку зрения, как вы считаете, почему выиграл Тула, по каким параметрам и по каким параметрам вы оценивали. Команда Тулы мне в большинстве ситуаций показалась более сильной, мне кажется, справедлива их победа. Причины. Мне кажется, они просто, прежде всего, наиболее, более тщательно подготовились. В их ответах было очень много фактов. И фактов, больше всего касающихся данных трех поэтов, но и не только. Лично мне очень импонировало стремление, не насильственное, так очень естественное, выразить лично свою точку зрения. Что-то свое, совершенно индивидуальное, уходя от того, что они и это заметно много читали. Вот таковы мои суждения. Они, конечно, и субъективны, и это естественно, раз я живой человек. И объективным моментом, по-моему, является знание фактов. Кроме просвещения, этот мир, по-моему, не спасет ничто. А ребята показали себя просвещенными. Я искренне поздравляю вас. Вы молодцы. Спасибо большое. Это была правда профессора Басовская. Какова правда Джона Малмстеда? Полностью согласен с моими коллегами. Поздравляю. Жалею, что вы не мои студенты. А каково мнение Станислава Леснявского? Ну, не ради, так сказать, принятого ритуала. Я все-таки хочу, может быть, такую произнести банальность, но я думаю, что в ней сейчас будет истина, что по-своему, в общем, это общая их победа, потому что действительно вот эти поиски самостоятельной мысли, истины, вот они происходили на наших глазах, и в какой-то мере вот эти две команды, они символизировали наше общество. вот, вот, если вы не обидите, устами младенцев глаголит истина, это, так сказать, так, символически я хочу сказать, что и то, что было отнято у мудрецов, было дано младенцам, как известно. И вот наше общество, сейчас такой младенец, мы отрешаемся вот от этих старых канонов, пытаемся быстро, вот в то короткое время, которое дала нам историю, вот спрессованное вот так, как в этой игре, в этой передаче, быстро дать ответы, заново разобраться в нашей истории. И я думаю, что если, значит, общую победу надо присудить тульской команде, то, может быть, учредить какой-то отдельный приз за изящество, артистизм и парадоксальность некоторых ответов, вручив его московской команде. Позвольте вас поздравить, уважаемые тулики и тулячки, вы победили и вы выходите в финал. Здесь у нас нет аудитории, поэтому, если трудно команде москвичей было очень хлопать, я очень благодарен вам за то, что вы это сделали, потому что большое спасибо милым москвичам, большое спасибо уважаемым магистрам, игра закончена. И этот город это Павелон, и мы живем это Павелон, я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон, и этот город это Павелон, и мы живем это Павелон, я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон, Две тысячи лет, две тысячи лет Мы жили так странно, две тысячи лет Но Павелон это состояние ума, понял ты или нет Отчего мы жили так странно, две тысячи лет И этот город это Павелон, и мы живем, это Павелон Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон И этот город это Павелон, и мы живем, это Павелон Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон И этот город это Павелон, и мы живем, это Павелон Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон И этот город это Павелон, и мы живем, это Павелон Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон И этот город это Павелон, и мы живем, это Павелон Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон О, я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Павелон Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вкусно Я слышу голосаை, хотя вокруг нас Павелон В Москве нос靴 в allen detrimental Он каждого из павелон